Несколько обращений были коллективными. Одно из них касалось газификации ряда двухэтажных домов. Жители озвучили проблему в подведении к их домам газопровода. Тема остается актуальной, ведь длительное время, несмотря на все усилия властей, окончательного решения не было. И вот, наконец, появилась подвижка в решении вопроса. Глава города сообщил о результатах его переговоров с региональным руководством газоснабжающей компании и администрацией области. Есть предварительные договоренности о начале проектировочных работ. Ситуация следующая. Сегодня вопрос немножко сдвинулся с точки. Только три дня назад я встречался с Консеевым. Валерий Николаевич, это руководитель Тамбовской области, между регионом газ, который этим вопросом занимается, мы вели переговоры. Сегодня данным вопросом занимаются два замместителя губернатора. Сегодня решается единственный вопрос о том, что пока документально мы готовы, пока выясняем, как это будет делаться, за какие средства, за какой счет, в какой последовательности, потому что, чтобы эту работу провести, уже мы обсчитали. Мы включили не только ваши четыре дома, мы включили семь домов, которые, да, у нас сегодня по большой садовой, и на шоссе, потому что у нас сразу ввести. Мы уже обсчитали, там около чуть больше трех миллионов водов, там технические возможности есть. Вот сейчас вопрос для того, чтобы эти работы ввести, а «Газпром» – это очень крупная организация, там у них тоже своя институционная программа, они в мае только ее пересматривают, координируют. То есть в мае данные документы, мы надеемся еще раз, еще раз говорит ориентировочно, поехать в Москву для согласования. Как только решение в Москве будет принято, с координируемого, то тут уже мы будем открыто вам говорить, что начинается работа. Жители улицы Буденного просили оказать содействие водоснабжения. Обратившимся было пояснено, что в рамках федеральной программы сейчас ведется строительство водоводов по 11 улицам города. Выполнить данные работы на всех улицах, где в этом имеется необходимость, пока не предоставляется возможным. Приходится либо ждать включения в программу в дальнейшем, либо пойти по другому пути, проложить коммуникации силами сетевой компании на условиях участия жителей. Из поступивших вопросов одни решались на месте, другие требовали детальной проработки, и по ним Владиславом Денисовым были даны поручения специалистам. В установленный срок жители получат письменный ответ. Прием во втором Уварово должен был стать заключительным, однако, учитывая пожелания жителей, поступающих городоначальнику, Владислав Денисов принял решение о проведении дополнительной встречи с жителями района Обловки. О дате приема будет сообщено дополнительно. Галина Зайцева, Елена Чирыкова, Александр Трегубов. НашГород.